Одной из первых новинки оценила постоянная посетительница библиотеки Гульнара Гелимханова. Она остановила свой выбор на произведении современного американского писателя Стивена Чботски и отметила, что вскоре вернется сюда уже со своими детьми. У нас сегодня большая радость, что поступили новые книги. Книги разнохарактерные, разных авторов. Глаза разбегаются, не знаешь, которую выбрать. Я уже для себя выбрала несколько. Есть и детские книги. И я как родитель, как мама очень рада этому, потому что книги сейчас в магазинах очень дорогие. Не часто купишь, а можно сюда приходить, выбрать любую книгу и читать. Большую часть новинок библиотеки закупили, ориентируясь на заявки читателей. Как выяснилось, нефтекамцы увлечены творчеством братьев Стругацких, Виктора Пелевина, Алексея Иванова и других отечественных писателей. Из современных зарубежных авторов особенно любят Стивена Кинга. Неравнодушны горожане и классики. На полках представлены романы Пастернака и Толстого. Помимо художественной литературы, есть и специальные книги по психологии, истории, искусству, техническим отраслям, медицине. Отдельное место занимают детские произведения, сказки и комиксы. Для удобства все новинки распределены по категориям. Начало 2022 года ознаменовалось радостным событием. В централизованную библиотечную систему города поступили новые книги. Обновление стало возможным благодаря выделенным из федерального бюджета средствам в рамках государственной программы Российской Федерации развития культуры. Всего в пределах предоставленной субсидии было закуплено 1255 экземпляров новых книг. Читатели могут взять до пяти книг за раз, при условии, что у них нет задолженности, так что горожанам советуют не откладывать поход. Всего в юношеской библиотеке более 20 тысяч экземпляров, в детской – 18. Фонд регулярно пополняется. Узнать о новых поступлениях можно на официальном сайте мирбиблио.ру и в социальных сетях. Карина Анисимова, Никита Веприков. Информационная программа «Время новостей». Продолжение следует...